МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О важных событиях, а также их последствиях, говорим далее на Фридом. Это наше время, и мы акцентируем ваше внимание на таких темах. Мощный удар по Кремлю. Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Впервые вводятся ограничения на транзит российского газа. Также фокус ЕС и финансовый сектор агрессора. На что еще ориентированы новые санкции? Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами. Одна из них попала в складское помещение. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. Есть пострадавшие. Что еще известно о российском теракте? Взорвалось и все. И вышли, и дым, и горит, и все. В Страсбурге стартовала летняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Какие основные темы дебатов и голосований, а также почему сессия важна для Украины. Репортаж Фридом из Франции. Посмотрите повестку дня парламентской ассамблеи Совета Европы. Она про Украину, она вокруг Украины, она фактически украиноцентричная. Вычислить позиции противника, навести артиллерию и скоординировать штурм. Это главные задачи аэроразведчиков. Как готовят пилотов дронов для боевых задач на фронте. Аэроразведка – это по сути глаза армии. Здравствуйте. Далее обо всем подробнее. Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и Африка. Украина продолжает получать поддержку со всего мира. В частности, об этом в своем вечернем обращении говорил президент Владимир Зеленский. Далее прямая речь. Имеем сегодня несколько результатов в отношениях с партнерами. Еще одна страна Малави присоединилась к коммунике саммита мира. Большее представительство Африки в глобальных усилиях во имя мира. Это большая сила, давление на Россию для прекращения этой преступной агрессии. И чем больше будет страны-лидеров с нами, с Украиной, тем быстрее мы вернем полную силу уставу ООН. Также хочу сегодня поблагодарить Соединенные Штаты за новое решение в поддержку наших людей. Последнее приготовление сейчас к завтрашнему чрезвычайно вескому историческому событию. Должны начаться фактически уже переговоры между Украиной и Евросоюзом относительно вступления. День, к которому Украина шла в течение десятилетий. И вот сейчас мы делаем это реальностью. Украину уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом всех европейских наций. Дом, который должен быть мирным. Спасибо всем, кто помогает. Мать Кадырова, Ахлобыстин, Гагарина и ФСБшники. Европейский Союз принял 14-й пакет санкций против Российской Федерации. Новые ограничения не только индивидуальные, но и общеэкономические. Киев впервые затронут российский СПГ. ЕС запретит перегрузку газа агрессора на своей территории. Подробнее о новых европейских санкциях смотрите далее в сюжете. Новые ограничения, утвержденные Европейским Союзом, направлены на российскую экономику. В частности, энергетику, финансы и торговлю. Под санкции попали 116 физических и юридических лиц. Также Евросоюз включил в новый пакет ограничений более полусотни фирм из РФ, Китай, Арабских Эмиратов и Турции. ЕС впервые вводит санкции против российского жиженного природного газа. Это половина доходов российских бюджетов от импорта, от экспорта именно углеводородов. И треть этого бюджета идет на финансирование войны. К сожалению, мы видим, что эти санкции вводятся достаточно неспешно и слишком медленно. И то, что наконец-то добрались до СПГ, это очень хорошо. Запрет распространяется на перевалку СПГ с судна на судно, с судна на берег и операции по перегрузке газа на территории ЕС. При этом он не затрагивает прямой импорт СПГ в Евросоюз, от которого зависят некоторые европейские страны. Пока что речь не идет о полном запрете импорта в ЕС российского газа. Речь пока что всего лишь о запрете перегрузки в Европе газа, который идет в третьи страны, в другим контрагентам. Если рассматривать это как первый шаг, то это очень хорошо. И мы надеемся, что в следующих пакетах все-таки придут к полному эмбаргу российского газа. Также новые санкции ужесточают ответственность европейских компаний в случае, если их дочерние предприятия в третьих странах будут помогать Российской Федерации обходить ограничения. В то же время Совет Евросоюза добавил 61 новую компанию в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России. К ним применят жесткие экспортные ограничения. Новый пакет санкций предусматривает и запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты, осуществляемые в интересах физических и юридических лиц России. Например, частные самолеты не смогут летать в места отдыха или перевозить сотрудников компаний на деловые встречи. Также нельзя создавать транспортные предприятия и заниматься перевозкой грузов по территории Европейского Союза, включая транзитные маршруты. Санкции европейцы ввели и в отношении российского аналога SWIFT – системы передачи финансовых сообщений, разработанной Центральным банком страны-агрессора. В частности, компаниям ЕС, работающим за пределами РФ, запретили подключаться к этой системе и совершать какие-либо транзакции. Тем временем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал введение 14-го пакета и призвал Европейский Союз ускорить предоставление военной помощи, в частности, дополнительные системы ПВО. «Отдельно я подчеркну необходимость ускорения поставок военной помощи, особенно противовоздушной обороны, а также увеличения производства оборонной промышленности. Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе». Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в соцсети ИКС. В черный список ЕС попали также известные актеры, певцы и ведущие. Среди них Полина Гагарина, регулярно выступающая в рамках госпропаганды. Например, на мероприятиях в честь незаконной аннекции четырех украинских регионов или годовщины аннексии Крыма. Актер Иван Ахлобыстин, а также певец-шаман и депутат Мосгордумы Мария Киселева. Ограничения коснулись и так называемого общественного фонда имени Кадырова и матери главы Чечни Аймани Кадыровой. В документе отмечается, что фонд Кадырова осуществлял образовательные и милитаристские программы для депортированных украинских детей с целью их отторжения от Украины и родных. Под санкции попали двое сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму и Международный детский центр «Артек». Он находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации полуострова. Страны ЕС согласовали первый транш в размере почти полутора миллиарда евро на военную помощь Украине, который поступит из доходов от замороженных российских активов. Об этом стало известно изданию «Политика» сразу от четырех европейских дипломатов. Деньги выделят через фонд помощи Украине. Ранее финансовые операции блокировались в Венгрии, однако юридическая служба Совета ЕС утверждает, что теперь Будапешт не сможет остановить эти платежи, так как средства не поступают от налогоплательщиков Евросоюза. Деньги будут направлены на закупку боеприпасов и систем ПВО. Четверть суммы пойдет на приобретение украинской военной продукции. Более трехсот независимых аналитиков и представителей госорганов Украины присоединились к третьему международному форуму экспертной сети Крымской платформы. Встреча проходит в Киеве сегодня и завтра, а ее цель – наработать рекомендации для украинского правительства и стран-партнеров, как усилить дипломатическое давление на Россию. Кроме этого, на мероприятии обсуждают подходы к восстановлению украинской экономики в условиях постоянной угрозы со стороны Российской Федерации и Беларуси, а также способы привлечения страны-агрессора к ответственности. Третий форум экспертной сети – это часть международной крымской платформы, механизма для деоккупации и реинтеграции аннексированного Россией Крым. Участники собрания, а это ведущие эксперты экспертной сети, представители государственных органов МИДЖЛИСа, крымско-татарского народа, обсудили взаимодействие экспертной сети с органами власти, потому что должны не просто заботиться о качестве экспертной деятельности, а о ее эффективности. А эффективность экспертной сети не может быть обеспечена, если у нас не будет синхронизации действий с органами власти. На площадке крымской платформы обсуждают и вопрос будущего деоккупированного Крыма. Каким, собственно, образом нам освобождать территорию полуострова? Какие действия могут быть совершены в такой тесной коллаборации государственной и экспертной среды для того, чтобы приближать деоккупацию и реинтеграцию крымского полуострова? Сегодня мы обсуждаем ряд вопросов. Это и вопрос санкционной политики, и вопрос безопасности в Азово-Черноморском регионе. В Страсбурге стартовала летняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Там намерены принять резолюцию, в которой закрепится решение Первого глобального саммита мира. Что еще на повестке по СЕ, наш корреспондент Олег Борисов расскажет из Франции. Стартовала летняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Уже традиционно тут говорят с Украиной и про Украину. Эта неделя ожидается очень продуктивно. И тут и сайд-эвенты, и резолюции, и репорты. Но обо всем давайте по порядку. О трех резолюциях рассказала член украинской делегации в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Евгения Кравчук. По ее словам, они призваны еще больше юридически надавить на Россию за те преступления, которые она совершает. Первая это резолюция, которую готовил хорватский депутат из комитета, юркома. Резолюция моего авторства по стиранию культурной идентичности. Это фактически первая резолюция ПАСЕ, которая концентрируется как раз на идентичности, культуре, культурно-спадщина. То есть это наша душа и то, в что мы верим. Это еще важно для реституции и того, чтобы вернуть культурные ценности, которые россияне просто своровали. Ожидания от летней сессии ПАСЕ большие. С учетом того, что кроме резолюций, тут еще будет множество обсуждений, которые касаются и украинских беженцев за границей, и внутренне перемещенных лиц. Посмотрите повестку дня парламентской ассамблеи Совета Европы. Она про Украину, она вокруг Украины, она фактически украиноцентричная. То есть Украина это центральная часть всех обсуждений. Ну и также все в ожидании выборов нового генерального секретаря Совета Европы. Есть три кандидата. Это Ален Берсе, бывший президент Швейцарии, Индрек Саар, бывший министр культуры Эстонии, и Дидье Рейндерс, комиссар ЕС по вопросам юстиции в Бельгии. Стоит отметить, что абсолютно каждый кандидат поддерживает Украину. Но у кого больше шансов стать новым генсеком, остается загадкой. Олег Борисов и Александр Шкот из Страсбурга, Франции, для телеканала Freedom. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что на этой неделе в ЕС обсудят возможные санкции в отношении Грузии из-за принятия там скандального закона об иноагентах. По словам евродипломата, он уже представил предложение министрам о том, что они могут сделать в перспективе. В то же время Боррель отметил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы в результате этих ограничений пострадало гражданское население Грузии. Среди действий, которые мы рассматриваем, есть прекращение поддержки через Европейский фонд мира, политических контактов на высоком уровне или рассмотрение вопроса о прекращении части финансовой поддержки. Двери для Грузии в ЕС открыты, но если ее правительство продолжит идти тем же путем и делать то, что оно делает, эти двери закроются и грузинский народ заплатит за это. Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности, в комментарии журналистам перед началом заседания в Люксембурге. Российские оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области двумя ракетами «Искандер-М». Вследствие погибли пять мирных жителей, 41 человек ранен, в том числе четыре ребенка. Всех пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин, и добавил, что в Покровске частично или полностью разрушены несколько частных домов. Четыре человека пострадали от очередной российской атаки по Одессе. Крылатая ракета ударила по продовольственным складам города. С пожаром, который охватил более 100 квадратных метров, спасатели боролись почти пять часов. От взрывной волны пострадали более 70 квартир в домах поблизости. С очевидцами Кремлевского теракта поговорили наши корреспонденты. Уничтоженные полки с водой, продовольственными товарами и бытовой химией – это результат попадания российской крылатой ракеты по складу одной из украинских торговых сетей. Находившиеся в помещении упаковки бытовой химии загорелись моментально. Огромный черный столб дыма от возникшего пожара видел практически весь город. От взрывной волны пострадали находящиеся рядом жилые дома. Около сотни квартир оказались без окон. Однако обошлось без человеческих жертв. Муж с маленьким, с младшим еще спали. А я была в ванной, как раз мылась, умывалась. А старший был у себя в комнате. Двери были закрыты, как бы, и вот взорвалось, и все. И все. И вышли, и дым, и горит, и все. Для ликвидации пожара в складском помещении спасатели привлекли более ста человек и несколько десятков единиц техники. С огнем в сверхтяжелых условиях спасатели боролись несколько часов. Когда пожар был почти потушен, прозвучал сигнал тревоги, и спасателям пришлось отойти на безопасное расстояние, отчего огонь разгорелся с новой силой. Всего от атаки пострадало четверо жителей Одессы. Напомним, это уже не первый российский ракетный удар по складским помещениям, расположенным в этом районе города. 14 июня прошлого года российская армия попала по этому же помещению, убив двух работников продовольственного склада. 479 украинских спортсменов погибли с начала российской военной агрессии в 2014 году. По информации Министерства молодежи и спорта Украины, также пострадало более 500 спортивных объектов, 100 из которых разрушены полностью. Это стадионы, спортивные школы, бассейны и ледовые арены. Ущерб, который нанесла Российская Федерация украинскому спорту, колоссален. На восстановление разрушенных объектов необходимо больше 300 миллионов долларов, подсчитали в министерстве. Правоохранительные органы расследуют 29 уголовных производств относительно военных преступлений, вследствие которых погибли украинские спортсмены. Генеральная прокуратура Украины уже сообщила о подозрении в совершении военных преступлений пяти военнослужащим армии России. Наша держава працюе над створением. Наше государство работает над созданием международного трибунала агрессии. Также мы тесно сотрудничаем с офисом Международного уголовного суда. При активной позиции офиса генерального прокурора открыто представительство Международного уголовного суда в Киеве. Россия сегодня убивает все то, что делает нас украинцами. Все то, что мы любим и ценим. Наши спортсмены – это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Несмотря на все ужасы войны, мы не сдаемся. Мы не опускаем руки. Мы боремся и мы обязательно победим. Расстояние в полторы тысячи километров для украинских дронов – не проблема. Они поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в глубине России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время поздравления воинов Центра специальных операций АССБУ с 30-летием основания. Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз государства-террориста. Для дронов СБУ уже и расстояние в полторы тысячи километров – не проблема. Вместе с успехами ГУР и наших вооруженных сил – это очень весомые результаты, которые приближают справедливое для Украины окончание этой войны и обеспечивают реальную, ощутимую, болезненную ответственность России за все, содеянное против Украины. Украинские пилоты начали виртуальные полеты на симуляторах F-16. Тренировки проходят во Франции и это вторая фаза подготовки боевых летчиков Вооруженных сил Украины. Как проходят занятия и что говорят французские инструкторы об украинских пилотах в материале моих коллег. Эта военная авиабаза французских ВВС журналистов впервые пустили сюда посмотреть, как тренируются украинские пилоты-истребители F-16. Правда, показывать лица и курсантов, и инструкторов категорически запрещено из соображений безопасности. Первая группа из 11 украинских авиаторов прибыла сюда в начале апреля. И вот недавно стартовал новый этап тренировок на симуляторах и полеты на штурмовиках Альфа-Джет. Сейчас украинский пилот-стажер находится в самолете на сеансе симуляции, который выполняет навигационную миссию. Навигацию с тактической структурой, с имитацией угроз, чтобы достичь поставленной цели и поразить цель тоже имитированным способом. Эта авиабаза единственная во Франции, где есть эскадрилья Альфа-Джет. До 2019 года здесь учили бельгийских и французских пилотов. Авиагруппу должны были расформировать, но война России против Украины изменила планы. Приборные панели самолетов переоборудовали под модель F-16. Это решило проблему нехватки тренировочных площадок. Ведь Украине нужны сотни летчиков. Их обучение – длительный процесс. Это и теория, и практика, и психологическая подготовка. За время учебных полетов курсанты тренируются не только управлять истребителями, но и поражать целям. Задание сегодняшней тренировки – имитация удара по складу боеприпасов. Они будут стрелять тренировочными снарядами. По сути, это просто большой кусок металла, который они выпускают. В нём нет ничего взрывоопасного. Риска нет. Украинские пилоты – не новички. В родном небе уже налетали почти по сотню часов. Потом прошли масштабные учения в Великобритании по начальной подготовке по стандартам НАТО. Украинским курсантам от 21 до 23 лет. Они молоды и весьма мотивированы изучать все азы истребительной авиации. Темп тренировок на этом этапе ускорен втрое. Однако объёмы учебных заданий не сокращены. После этого обучения украинские лётчики без проблем смогут пересесть на самолёты F-16 или Mirage 2005, которые пообещала предоставить нашим бойцам Франция. 41 грузовик для улучшения логистики на передовой получила Украина от ФРГ. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Автомобили торжественно передал чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Мартин Йегер. Как отметили пограничники, эта помощь усилит их боеспособность на фронте. 128 боевых столкновений произошло на фронте за сутки. Самые активные штурмы российские оккупанты проводят на Покровском направлении. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой, далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск, сообщает Генштаб ВСУ. Несколько попыток безуспешных атак путинская армия произвела в частности на Харьковском направлении в районе Волчанска. Они пытались нарастить усилия и расширить эту буферную зону, ну как минимум, чтобы подобраться на 20 километров к Харькову, чтобы можно применять свою, так сказать, более дешевую артиллерию ствольную. Это им не удалось. И более того, значит, есть признаки того, что переходят, ну во-первых, ротацией занимаются. К сожалению, есть у них такая возможность по проведению ротации, но выводят свои войска, которые принесли большие потери и переходят, значит, к обороне. Тем временем в Министерстве внутренних дел Украины показали кадры боев украинского подразделения «Лють» в Волчанске. Воины зачищают каждый уголок города от противника. В настоящее время россияне были вынуждены взять оперативную паузу, вывести ряд своих потрепанных, основательно потрепанных подразделений, в том числе из района Волчанска. Но, собственно говоря, откуда взялась-то эта потрепанность? Украинская артиллерия работает в режиме 24 на 7. Мы имеем достаточное количество ресурсов, чтобы уничтожать вражеские силы и средства. По состоянию на сейчас самая высокая интенсивность атак сохраняется на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны Украины отражают все штурмы оккупационной армии. Бои продолжаются в районе Сокола, Новоселовке-1, Новоалександровке, Евгеновке, Александрополя и Воздвиженке. Украинские защитники сдерживают давление противника. Россияне сосредотачивают все свои усилия в рамках летней наступательной кампании на восточный фаз российско-украинский фронт. Четыре направления. Северская, Часовьяровская, Покровская, Кураховская. Именно эти направления являются крайне важными для россиян в рамках реализации тех самых территориальных притязаний России к Украине. Я думаю, что именно на этих участках фронта они будут сосредотачивать наибольшее количество своих ресурсов. И не зирая на огромные потери, будут пытаться давить вперед, чтобы в перспективе выйти на административные границы Донецкой области. За счет действия наших гармошей уничтожается до 80% наземных целей противника. Поэтому принципиально важно и отмечается большее поступление боеприпасов, то есть изменение той ситуации, о которой мы просили наших союзников. И это уже проявляется на фронте. Тем временем ВСО опровергают информацию о якобы полной оккупации России населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении. Сейчас на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои, рассказали защитники Украины. Часть населенного пункта, в которую прорвался противник, находится под огневым контролем ВСУ. Также украинские защитники отразили штурм захватчиков, уничтожив и повредив 6 единиц тяжелой техники. Результат – три танка и одна БМП сгорели дотла, еще два танка повреждены. Есть потери среди личного состава российской оккупационной армии. Россияне сейчас находятся в том же состоянии шока и трепета, который они испытывали в середине 22-го года. И только лишь мы получили первые партии РСЗО класса «Хаймарс», россияне стали нести огромные потери. В принципе, такое же принятие ситуации они сейчас испытывают. Я думаю, что дальше будет больше. Нет покоя российским оккупантам не только на суше, а и в море. Служба безопасности в Украине оборудовала свои беспилотники «Си-Бэйби» возможностью дистанционно минировать морские пути. В частности, морские дроны заложили уже более 15 подводных мин околовременно оккупированного Крыма. Благодаря этой тактике удалось подорвать уже четыре российских корабля, пишет The Wall Street Journal. Общие же потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 535,5 тысяч военных. За сутки были ликвидированы еще 1300 российских солдат. Также украинские военные уничтожили 12 танков, 15 боевых бронированных машин, 51 артсистему. Кроме того, защитники Украины сбили 27 беспилотников и две крылатые ракеты. А также сожгли более 70 единиц автомобильной, специальной техники и цистерн. Более полусотни будущих аэроразведчиков прошли обучение в Луцком центре подготовки операторов-беспилотников «Черный АЭС». Сначала курсантов тренируют на симуляторах, после чего пилоты оттачивают навыки на полигоне. Процесс подготовки видели и наши корреспонденты. С джойстиком в руках и квадрокоптером на мониторе. Группа из трех курсантов завершает обучение на симуляторе, прежде чем приступить к реальным полетам. Это уже идет четвертый день обучения. За эти четыре дня мы получили много интересной информации, которая усваивается очень хорошо. Инструкторы предпочитают не называть свои имена и скрывают лица за балаклавами. Специфика их учебного центра – подготовка аэроразведчиков. Летают на квадрокоптерах, наиболее популярных в армии беспилотных аппаратах. У нас проводится обучение конкретно по аэроразведке. То есть корректировка артиллерии, корректировка миномета и других видов оружия. Аэроразведка – это по сути глаза армии. Без аэроразведчиков FPV также не могут стартовать. Здесь нет ограничения по возрасту вообще. То есть может приходить и молодежь, и люди постарше. У старших даже лучше получается заниматься именно БПЛА. К полетам на полигоне курсанты допускаются только после сдачи зачета. Каждый должен самостоятельно сложить беспилотник и привести его в готовность. Развернут дрон, все окей. Теперь что мы можем сделать? Завести его. Давай. Работают парами. Один в роли штурмана, другой – оператор дрона. Движение достаточно стабильное. Его никуда не сносит. Довольно просто, да? Практическое управление квадрокоптером курсанты отрабатывают в течение целого дня. Сейчас мы проходим обучение на дронах DJI Mini 2. Это разведывательный дрон. Он дешевле, чем Mavic, но камера там та же. Он может летать до 7 километров от оператора. Но этого достаточно для обучения. Сейчас они будут выполнять фигуры. После фигур будут заниматься поиском предметов. Инструкторы говорят, во время обучения они дают курсантам базовые знания. Совершенствуют их аэроразведчики уже непосредственно в подразделениях. В зависимости от поставленных задач. Сейчас такое время. Война. 100% нужно этому учиться. Так как это глаза. Поэтому необходимо 100%. Идет эволюция всего в войне. И сейчас БПЛА – это очень крутая штука. И ею должны уметь пользоваться все. Центр подготовки операторов дронов работает в Луцке с декабря прошлого года. За это время здесь подготовили более полусотни пилотов-квадрокоптеров. Половина из которых были действующими военнослужащими. После подготовки пополнить ряды армейцев могут по желанию и гражданские. Часть выпускников пошла в боевые бригады, такие как третья штурмовая и Азов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...